всем здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала с вами я юля дурмаз мы в гостях у татьяны татьяна арендует квартиру арендует квартиру вот на долгосрочную аренду сняла квартиру ну и вот теперь расскажите как эта идея к вам в голову пришла вы знаете два года подряд я ездила сюда отдыхали по четыре дня и так я влюбилась в эту страну тепло хорошо загорелась желанием в тепле пожить где-то ночью пенсионеры еще надо они боялись нет я боялась в аэропорту потому что я не знала языка потому что в седе когда мы отдыхали и на рынок ходила уже как бы с турецким народом познакомилась там же все равно в основном одни местные жители смотрю благословно все мы как бы какого-то языка не надо турки в основном многие знают русский хоть пару слов но да и как-то мне все это понравилось потому что мы почитала в интернете тут им все дыма вот загорелась и все хочу сказать что татьяна здесь живет сейчас одна ее близкие будут приезжать только в летний период а так в основном татьяна одна живет а как вы искали квартиру для аренды вот например для людей это очень важно потому что многие тоже хотят переехать но с чего начать вот с чего начать с чего начать но мы сначала поехали 4 с дочкой все мечтала мечтала все уши ей прожужжала что я хочу в торт и как я хочу давайте или путевку или как-то я не знаю но она выбрала какой-то дешевый отель и теперь уже не помню как он называется нет нет здесь в алании мы сначала жили и там типа хостеля там кухонка была в этом отеле ну и самое то как бы мы внука старшего в деле он в шестом классе учился здесь полтора месяца на удаленке со мной ну и дочка поехала с нами вот мы в отеле пожили значит все мне понравилось как бы лаванье понравилось и это самое потом мы наташу германа проводили домой остались уже вдвоем ну и как вы нашли меня потом наташа потом наташа из россии мне вот ну как мы созваниваемся все она мне говорит я в махмутларе нашла квартиру съездите посмотрите там вроде как бы это стало много русского населения то дым-сюдым но мы с германом значит поехали там где она сняла мы жили в этом две недели ой вроде и все хорошо вроде это старые пляж рядом и это но там такие улочки что я не могла никак как привык . вам сам махмутлар не понравился да махмутлар вроде красиво и не могу сориентироваться чтоб до пляжа дойти там надо через подземку пройти или через оживленную трассу по набережной гуляешь это оживленная трасса это шум ну вроде на пляже как и красиво но это было в январе мы не спускались к одессе так только до берега гуляли а потом опять же дочка где-то то ли youtube или то ли как этот канал называется вот она нашла юлю и говорит съездите пожалуйста к юле они договорились уже с юлей там на какой-то день мы приехали с германом со внуком юля нам давай показывать квартиру но мы выбирали из того чтобы допустим ребятишки приехали в внуков-то трое для муж придачу чтобы было много спальных мест из того чтобы холодильник был печка как бы чтобы все было татьяна снимает квартиру 2 плюс 1 недалеко от кто знает алания недалеко от пляжа клеопатры и рыбного рынка можно озвучить сумму за такую снимаете можно озвучить стоимость аренды за три тысячи лет снимаете вот то есть это считается очень такая бюджетная стоимость потому что квартира полностью всем укомплектована и бытовая техника и сколько у вас спальных мест очень много двуспальная двуспальная кровать потом двухъярусная кровать вот диван раскладной то есть ну кому есть чем разместить и раскладушечка если все есть и молодцы постельное белье новое нам предложили одеяло с подушками новое и кастрюли и сковородки тарелки все на свете все здесь есть а чем вы занимаетесь днями ой я всю жизнь мечтала встать рано поутру и погулять по набережной ребятишки меня научили как пользоваться наушниками научили как загружать книги я втыкаю в уши наушники книга у меня загруженная хожу по набережной до набережной здесь но как моим не спеша шагом может десять может и 15 не стремитесь на рынок хожу меня уже продавцы там знают уже в качестве подарков уже допустим купила на грамм помидор они мне еще штучки 3 в довесок положат это вам подарок также и с мандаринами совсем меня многие знают все в довесок мне докладывают также в магазинах ну как у меня даже дочь спрашивает мама как ты в магазинах я говорю в магазинах так же почему-то вроде никакого языка не знают у меня там все понимают ну вы на русском общаются и вас понимают в дождливую погоду что делаете сейчас у нас дождь ребята не холодно конечно плюс 16 но четыре дня обещают дождь чем будете заниматься в дождливую погоду но есть как они мне даже привезли системник я даже могу в интернет выходить на большом экране одноклассники у меня подключены поиграть еще вот такой важный вопрос сейчас мы вам оформляем вид на жительство там же страховка не включена а если не дай бог что нибудь ну вот заболеете у вас страховки нет ой но есть как я уже выяснила есть как это называют и бюджетный государственная больница почему я задала этот вопрос дорогие мои зрители если у вас нет страховки вы не бойтесь здесь государственной больнице по виду на жительство очень даже небольшие суммы берут за тот же самый прием за те же самые лекарства поэтому частную какую-то страховку которая стоит очень дорого я считаю нет смысла оформлять вы вот здесь уже сколько живете ну вот будет уже два месяца как я здесь живу тихнули кашлянули хоть раз ой нет я вот дважды была в седе у меня вся спина в грыжах и и шейный и грудной и поясничный ну я полежала в соленой воде когда в отеле было я на год забывала о своей спине конечно средиземные окажутые деща соленый даже вот и не касаясь воду все равно воздух там как он называется влажный морской соленый горы моря очень красиво очень даже насморка не появилась красота татьяна что вы можете пожелать людям которые хотят приехать но боятся у нас тут на чего бояться то я боялась только что я заблужусь в аэропорту или там у меня что-то стоит я не знаю никакого языка но если вы немножко владеете английским там здравствуйте пожалуйста или что то собственно за абсолютно не страшно а сейчас мне кажется я даже одна бы сюда перелетела хорошая вам жизни в алании конечно молодец что захотели приехали и счастлива здесь наслаждайтесь жизнью потому что жизнь одна и все-таки у нас когда работа дети дети работа дети выросли и нужно пожить для себя что дорогие мои друзья спасибо что были с нами всем хорошего дня пока до новых встреч